сегодня пожалуй без интро обойдемся не хочется ничего корректировать вот выставляю все как есть моя история которая заставила меня долгие часы переживать и даже чуть всплакнуть но реально правда поэтому ничего не буду корректировать выставлю так как она есть так сказать крик души поэтому послушайте мою плаксивую историю вот что интересная какая штука я поняла что как здорово что весь подкаст реально 20 минут записи и как рукой все с него правда честное слово внеочередная вот такая вот запись думаю дай-ка сяду короче что-то вот накипело просто вот посижу по микрофон поговорю и все все в порядке так что слушать мою плаксивую историю а за мной уже все в порядке уже я пришла себя можно идти дальше вот ведь какая штука интересная пока произошла ну реально неприятная ситуация думаю что по голосу тоже можно будет это все считать неприятно произошла ситуация и просто хотела бы ее вот здесь зафиксировать пусть будет наверняка кто смотрит мои видео читает посты статьи аудио вот эти вы слушаете все равно более-менее не более-менее у меня очень очень ясной позиции нигде не скрываю никак ее не вуалирую вот четко в открытую всегда высказываю я имею ввиду позицию по поводу взаимоотношения клиент мастер и она очень понятная и сейчас я раскрою вопрос просто правда произошла такая неприятность которая выбивает реально из колеи в общем моя позиция такая что нахожусь на стороне клиента да это кем-то расценивается как то что я как будто против своих типа против мастеров и дум хотя сама в статусе мастера но я считаю что клиенты в таком случае они находятся в очень уязвимом положении потому что клиент вообще не обязан знать нюансов процедуры наверняка как но не наверняка каждый из нас пользуются какими-то услугами кто-то строить дом кто-то наращивает ресницы кто-то и ходит на маникюр кто-то там кофе пьет кофейню то есть постоянно какими-то услугами мы пользуемся они абсолютно могут быть любыми и в каждой из этих сфер деятельности есть свои нюансы и и просто-напросто мы не можем разбираться в в каждой услуге которой мы пользуемся это просто-напросто невозможно да и не нужно в самом-то деле я думаю что наращивание ресниц это не какая-то супер за тема которую должен обязан знать каждый или хотя бы каждый там кто пользуется девчонок этой услугой это вообще не обязательно именно по этой причине я считаю что клиенту вообще не обязательно знать нюансов он просто должен пользоваться услугой которую предоставляет мастер-профессионал и поэтому естественно с мастера а ну то есть огромная ответственность лежит как раз таки на мастере потому что он предоставляет эту услугу и он находится в том положении когда он как объяснить как объяснить короче он главный потому что он знает нюансы и нередки и случаи когда мастера несут просто откровенную чушь чтобы оправдать свои ошибки и вот эти все темы я не поддерживаю я считаю что нужно быть на стороне клиента потому что кто как не мы кто как не я я знаю эту кухню и когда клиенту просто-напросто делают плохую процедуру неуважительно с ним относятся обвиняют его что там у него что-то там не так хотя на самом деле с ним все в порядке в общем такие нюансы я совершенно не поддерживаю я считаю что взаимоотношения с клиентом в том числе должны быть уважительными доверительными и все мои клиенты кто ко мне ходит я уже буду продвигаться все-таки ближе к теме они знают меня что я вообще не люблю вступать в какие-либо споры которые касаются выполнение работы не потому что я что-то делаю неправильно а просто по той причине что действительно есть разные нюансы какой бы не был крутой мастер-профессионал как бы не было налажено там вся система вся технология все равно ошибки случаются бывает такое что мы и в настроении очень плохом приходим просто по своим личным причинам клиент здесь вообще ни при чем можем из-за этого отвлекаться можем плохо работать можем ну все что угодно очень может быть но клиент здесь вообще никаким образом не виноват и так же у нас случаются технические какие-то провалы мы также можем совершать ошибки то есть от этого никто не застрахован все в порядке это не значит что это норма вещей и каждый должен совершать эти ошибки их нужно все-таки минимизировать так вот мои клиенты знают прекрасно что если что-то пошло не так у меня есть такая функция что они могут в любой момент позвонить написать и и просто прийти на переделку доделку все что угодно и вплоть до того что даже там эффект что-то там не понравилось еще чего то то есть мне гораздо проще принять клиента сделать так чтобы она ушла счастливая довольна чем сидеть и доказывать что вы сами попросили да вот посмотрите да мы уже так делали то есть гораздо проще для меня и это я пропагандирую во всех своих выпусках гораздо проще пригласить клиента и и и сделать исправить свою ошибку или там сделать то что ну вот бывает действительно там от того чтобы поставить две ресницы какие-то лишние 10 минут это займет мастер ничего страшного зато клетка будет реально к вам лояльнее относиться и вот все мои они знают что можно по такому поводу обратиться спокойно я не буду искать причину что давайте разберемся как вы там умывались как в этом спали меня вообще это не интересует и и в основной своей массе у нас у меня с моими клиентами вот складываются именно именно такие взаимоотношения они никогда меня не тревожат но если какой-то пустячок вот реально какой-то очень важный но пустяк их тревожит то я готова принять и даже несмотря на то что работа выполнена там идеально и нет никакой ошибки я ради этого пустяка готова принять своего клиента там и выбрать максимально удобное время максимально удобную там дату подстроиться и таким образом формируется взаимодружественные отношения и они взаимоуважительны количество неприятных ситуаций каких-то скандальных у меня вообще никогда не возникает но все равно от этого никто не застрахован конечно ситуации неприятных у меня очень мало но скорее всего от этого и больнее и обиднее когда они все таки происходят потому что когда у тебя ситуации плохие недовольные клиенты там стоят на пороге стучат в дверь в окно наверное даже к этому привык и в принципе ну ничего страшного как бы это воспринимается как норма вещей как раз таки когда ты уже я уже работала такую я уже выработал такой подход когда таких ситуаций просто-напросто не возникает и вот когда одна там не знаю я даже я даже боюсь предположить не хочется брать какую-то цифру вообще из головы но я прям даже не знаю сколько я вот даже не знаю насколько вот таких положительных случаев случается один отрицательный и вот из-за этого конечно больнее и обиднее потому что я не привыкла к такому подходу что мне нужно искать в клиенте какую-то причину чтобы не доделывать работу не переделывать не идти на уступки мой подход вот он такой он максимально лояльный и он уважительный при этом это не значит что я покрываю таким образом свои ошибки нет их ну как бы их реально в большинстве случаев нет я уже объясняла но как раз таки этот подход эта ситуация которую я сейчас записываю она все-таки демонстрирует то что каким бы ты ни был прекрасным лояльным замечательным с каким бы ты уважением ко всем не относился к сожалению все равно все равно даже в моем идеально если так можно назвать подходе встречаются моменты когда вот есть все таки есть неприятные ситуации я не хотела бы углубляться в детали и описывать всю ситуацию как и что произошло достаточно будет сказать буквально два слова клиенту не понравилась форма то есть не понравился эффект грубо говоря не грубо говоря а не понравился эффект технически как бы все в порядке просто мы уже давно перешли на более легкие ресницы а сейчас делали другое то что делали раньше а раньше делали достаточно ярко ну это как бы взяли усредненный вариант я выполнила свою работу по параметрам почему я утверждаю что не может быть ошибки моей в том какую форму убираю дело в том что я уже все таки выработала с годами свои схемы свои эффекты наращивания и скорее всего если клиент даже не ходил ко мне долгие месяцы или даже год например то скорее всего даже если на пальцах он мне объяснит что мы делали если не было нигде это зафиксировано то я пойму что мы делали выполню такую работу и скорее всего в 99% я угадаю то что мы делали потому что мои все формы они уже сформированы я редко отхожу от своих правил мои все формы они уже прописаны они просто уже отпечатаны у меня в голове могут меняться опции такие как объем такие как длина или изгибы скомбинировать может быть какие то другие но расстановка лучей расстановка коротких длин расстановка изгибов она всегда идентичная она всегда одинаковая это можно проследить даже если посмотреть просто-напросто мои работы в профиле то есть поэтому я утверждаю что клиент может не ходить ко мне долгое время но формы я помню я знаю то что я делаю и по именно по этой причине вот здесь ошибка она просто-напросто исключена так вот вроде бы абсолютно банальная ситуация у всех такое случалось форма не понравилось причем что не понравилось не по моей вине ну просто вот давно так не делали и показалось ярко показалось длинно в общем не знаю что показалось не понравилось я предложила в эту же секунду каким-то образом доработать этот эффект причем да я не говорю я не окончаю права что вы сами попросили есть переписки есть как бы все а то что доказывает что я сделала именно то что просили я на этом этапе никаким образом на клиента не давлю и всегда предлагаю переделать то есть без проблем давайте не нравится давайте сейчас пока вы здесь давайте доработаем нет нет все в порядке клиент перезванивает через некоторое время буквально в ближайшее просит переделать работу переделать работу которой не было ни одной моей ошибки и я соглашаюсь на это вот мой подход вы понимаете вот мой подход я соглашаюсь и говорю хорошо я все понимаю реально может быть такое и самое смешное хотите узнать я даже денег с этого не беру потому что вот настолько это это не это не значит что я там себя не ценю не уважаю нет я реально вот у меня такой подход клиентам они платят определенную какую-то фиксированную сумму но забегая вперед я сразу скажу этим вообще никто не пользуется то есть они знают что есть такая функция доделать переделать но никто не переделывает ничего вот в этом вся и суть и тут соответственно я конечно говорю да нет проблем мы обязательно все переделаем мне важно чтобы вы были довольны как бы я давно с этим клиентом работаю у нас были с ней непонимания ничего страшного и были как раз таки непонимания из-за того что я не могла сделать больше объем чем мы сделали сейчас и эти ресницы просто напросто от тяжести отваливались и не держались от длины от тяжести то есть такие нюансы раньше это было окей а сейчас это показалось очень много и клиент начал утверждать что я такого вообще никогда не делала и такой формулы ну типа ей типа Жене вы не могли такое сделать хотя я это делала ей из месяца в месяц на протяжении долгого количества времени короче суть в том что я соглашаюсь на все условия да пожалуйста более того поступает на утро сообщение буквально уже с рамками временными вплоть до 3 часов что я должна ее принять вот в рамках этих 3 часов потому что остальное все время у нее расписано я предлагаю сделать другое время единственное возможное у меня которое ну вроде бы как-то там вписывается в ее расписание клиент не приходит и оплата по какой-то причине задерживается то есть я не получила оплату соответственно я пишу о том что мы договорились что если там какая-то задержка она ну то есть она говорит вот что-то с банком напишите написала и в ответ я получаю огромное сообщение что этот эффект мы не делали никогда с таким она сталкивается впервые такого эффекта вообще не было и вообще ну и то есть там ну неприятное сообщение реально я не поняла там были две формулировки то ли мне нужно это все снять то ли мне нужно переделать короче я не поняла но мне не хочется этого все понимать потому что я очень сильно расстроилась так вот мой подход никаким образом не гарантирует того что вы не столкнетесь или я не столкнусь с неприятными ситуациями они очень обидные реально когда их мало они бьют прямо вот в самое тебе сердце и становится ну прямо очень обидно но я все-таки склоняюсь к тому чтобы больше не работать с этим клиентом потому что я все понимаю нет я не понимаю единственного почему нужно делать формулировку что вина во мне во мне нет вины я все сделала правильно у Альберта Сафина если вы слушаете такого наверняка знаете у него есть очень интересная метафора она вот прям вот очень сюда в тему она звучит так что когда вы даете укусить один вот буквально ноготок пальчик со временем вы можете обнаружить что у вас уже руку откусили вот эта метафора она как нельзя здесь кстати и вот не хотелось как бы как бы мне не хотелось быть уважительно лояльно ко всем относиться не всегда получается я заметила что потихоньку откусывая мне палец этот человек откусывает просто мне руку вот и все казалось бы нужно доказывать у меня есть фотки этих эффектов у меня есть понятное дело что переписки где мы договорились сделать именно это то есть в принципе все доказательства есть вот эти все пререкания нет вы посмотрите да мы же договаривались я правда честно и искренне считаю их совершенно лишними они неуместны я вообще не желаю учить клиента жизни или вообще кого-либо учить жизни и тем более доказывать свою правоту конечно это может быть интерпретировано таким образом что ну ты же не отстояла свою позицию значит ты не права пожалуйста если так кому-то угодно пусть это будет так но я не желаю сидеть и доказывать что вот посмотрите мы договаривались я все сделала правильно это вот это я считаю ниже своего достоинства действительно нет я не считаю ниже своего достоинства приглашать клиента на доделки быть лояльной доделывать там по минимальной стоимости или бесплатно я не считаю унизительным относиться с уважением клиента и я не считаю неуважительным искать для него лучшее время то есть я вообще это все не считаю неуважительным однако когда мне нужно оправдываться за свою работу выполненную по всем правилам по всем технологиям вот этого делать я точно никогда не буду вообще я правда сейчас сильно обиженная сижу но это все к тому что даже мой идеальный реально классный подход вот он не застрахует никого от того что будут такие клиенты от этого очень больно и обидно но ничего страшного я уже рассказывала что есть момент когда мастер реально вправе отказать работать с клиентом я скорее всего так и сделаю просто дело в том что это решение очень тяжелое это решение которое должно быть очень взвешенным и однозначным категоричным таким образом отказывая такому клиенту пути назад больше нет и вот очень жалко когда так случается это количество таких клиентов очень маленькое их буквально можно пересчитать на пальцев одной руки и сегодня на одного такого клиента в моем списке к моему большому сожалению станет больше